Здравствуйте! Здравствуйте! Мы из Самары приехали к вам. Ага. Как вы себя чувствуете? Плохо совсем, заболела. Я не парализованная, слепая. Сейчас у меня и ноги болят, и руки болят. Галина Валеева едва не умерла от голода на свалке. В своей квартире через груду мусора мух и тараканов на помощь ей решился прийти только один человек – соседка Лидия Бодрова. Врачей не вызывали? Я пыталась. А кто приедет в такой бедлам? Вы бы сейчас вообще не прошли сюда. Я поднималась, вот такая гора была, я поднималась, у меня голова в потолок. Если загляните в туалет, вообще ужас придет. Пойдемте посмотрим, как выглядит туалет. Все, что осталось от семейного гнезда Валеевых – это жуткая вонь, грязь и полнейшая антисанитария. Два года назад здесь, в чистой и уютной квартире, счастливо жили Галина, супруг Оксан и дочь Рената, у которой вскоре родился сын. Дети у вас были наверняка? Да, двое детей. Ага, где дети у вас? Обои умерли. А муж? И муж умер, вот, недавно. Внука забрал в детдом, когда умерла дочь их. Его забрали в детский дом, а сейчас он в патронажной семье, где-то в Саратовской области, я не знаю. Дочь Рената умерла от рака. Супруг Оксан, бывший полицейский, попал в тюрьму. Вышел через год и не смог никуда устроиться. Галина потеряла зрение и лишилась работы. Валеевых начала кормить. Помойка. Мы сняли без копейки денег. Он перевел свою пенсию в Оренбургскую область, попадал в тюрьму. А из-за явления назад никак. Мы жили только за счет вот мусора. Вы мусор сдавали? Да, он ходил, сдал картон, газеты, макулатуру. Я за мной не обращала внимания, проходила мимо, потому что, ну, я ругалась с алкоголиками, которые сюда к ним приходили, когда Асан был жив. А когда вот он умер, она осталась одна, и алкоголики стали уже приходить к ней без него. Ну, придут, она лежит, они якобы ей еду принесли. А там же холодно на улице, они садятся здесь, вот в этой куче и пьют. Водка у них, пиво у них. Я им вот при этом сказал, при милиционере. Я говорю, вот это еда, охота, водка, вот эти фанфурики, вот эти бутылочки. Я говорю, это для нее еда? Что, говорю, вы делаете? Мы ничего. Ну, я взяла и вызвала милицию. Дверь квартиры постоянно была открыта, слепая и обессиленная женщина понимала только по голосам, что к ней приходят люди. Местные маргиналы устроили здесь притон счастливой. Прошлое Галина осталось на фотографиях. Сейчас она не представляет, как выглядит сама. Вот Галя, вот Рината. Соседка Лидия Бодрова стала звонить во все инстанции. На помощь пришли волонтеры, которые разгребли горы мусора. Врачи не могут помочь Галине Валеевой. У женщины до сих пор не оформлено российское гражданство. Паспорт, ключи, документы от квартиры пропали. После многочисленных визитов неоднозначных личностей. Это супик, вот вложка. А, погоди, Владимир Павлович, запишу. Забиваться будем, чтобы к ней ходила тронажная сестра временно, какая-нибудь работник, соцработник. И сделали документы, и забрали. У нас же есть здесь дом престарелых, есть приют бездомных и там нуждающихся по узкам. Вот куда-то туда. А как? У нее родных нет. Вот мечта какая? Выздевались, голоса вычить. Ведь катаракта лечится. И внукам женятся. Вот, помните, какой сегодня? Ну, так, так. 2016-й. Пока наша съемочная группа выносит пакеты с мусором, в подъезд заходит женщина, которая представляется подругой Галины. Она не знает, что в квартире Валеевой сейчас находится соседка Лидия. Вероятно, гостья собиралась здесь выпить. Так она пьяная вчера была? Конечно, в дугу. Вообще, прямо сейчас опять идет. Вот сейчас надо думать и трезвый. Предположительно, эта женщина имеет отношение к пропаже всех документов Галины Валеевой. Но искать виноватых сейчас бессмысленно. Лучше помочь найти тех, кто поможет начать пенсионерке новую жизнь. Спасибо, что приехали. Спасибо, что откликнулись. Может быть, действительно, людям не все равно, но еще не всем. На это время.